любовь деньги рок-н-ролл привет я прости таплар и это до любовь деньги рок-н-ролл я надеюсь что мы с вами игрушку добиваем я надеюсь что мы ее проходим очень долго очень длинная визуальная новелла я конечно читал что она по прохождению занимает около 14 часов но это если ты наверное читаешь про себя про себя ты читаешь в разы быстрее что такое-то носу опять что-то застряло но ладно не беда я сегодня такой красненький у меня сзади красненький свет тут спереди тоже везде красненький свет почему потому что я до сих пор долблюсь со звуком звука со звуком со светом мне очень сложно настроить свет комната большая я никак не изолирован и очень сложно настроить какой-то оптимальный свет поэтому я как-то пытаюсь выкручиваться что-то пытаюсь в общем-то делать ну ладно давайте с вами продолжим а ты как обычно не смотрел предыдущую серию ссылочка на туристы описании под видео не забудь поставить лайк и конечно же подписаться я помню на чем мы с вами остановились не помнишь или смотри мы встречаемся с и чинос и садом наконец-то мы его увидели во очередь наконец-то мы сможем с ним поговорить наконец-то что-то у нас с вами раскроется какие-то интриги скандалы расследования николай раздался знакомый голос из тени появился и чинос и сан за тобой не следили нет ты уверен он выглядел достаточно спокойным и это показалось мне странным да абсолютно хорошо хорошо прости меня николай прости за что удивился я за мое малодушие за то что я струсил и видишь как она в итоге получилось получилось ну засал ты пойти против корпорации ничего страшного я тоже засал он грустно улыбнулся и тут же продолжил как говорится когда они пришли за коммунистами дальше я не знаю вы о чем я думал что если буду молчать они меня не тронут но получилось совершенно иначе и чинос и тяжело вздохнул и закурил сигаретам слава богу что я давно был к этому готов я звонил вам домой ваша жена сказала что у вас нет уже несколько дней так вот этот блядский волосок не заебал надоел да это так наш телефон прослушивают а я скрываюсь жена передала мне что кто-то звонил я отправил курьера запиской но как вы узнали что это был именно я определитель номером слышала такой штуки дебил ты кусок честно говоря нет я даже не знал с чего начать расспроса ты и сначала объясни мне ты правда не знаешь что такое определитель номера ты серьезно и это должно было когда-то случиться рано или поздно после того как нас выгнали из проекта на это было неизбежно проекта проект это то над чем мы работали в кабаяши корпорейшн вместе с твоим отцом и что же это такое он поднял на меня уставший взгляд в двух словах объяснить не получится да ты не поймешь щенок ты еще я постараюсь если за этого проекта погибли мои родители уверенно ответил я да я бы и хотел рассказать но только тут не все так просто каждый из нас отвечал за свою часть исследований и разработок я был физиком и больше занимался теоретическими расчетами они могут применяться много для чего а мой отец он был инженером ракетостроения вот как протянул я а мне-то всегда казалось что он строил мосты но он же инженера инженеры инженерят и главная проблема в том что мы настолько насколько это вообще было возможно ничего не знали о работе других отделов они там сохраняли секретность полная секретность и я общался с твоим отцом и по рабочим вопросам только когда это было совершенно необходимо и что ж это за вопросы такие ты не поймешь ты щенок еще вздохнул он и чиноса сам я уже по уши в этом дерьме хочу вылезть отступать нельзя я не намерен ты не знаешь о чем говоришь николай даже если я мог рассказать тебе больше это подвергал это подвергла бы тебя и тех кто тебе дорог огромные опасности тех кто тебе дорог залитое слезами лицо химицу туже всплыло у меня в памяти посмотри на меня и чиноса выхмыльнулся я давно был готов к тому что за мной придут поэтому при первых признаках опасности я как говорится дал дёру а ты ты готов к подобному бросить жену и съебаться на край света обалденный план очешуительный план просто план всех планов давайте давайте так и сделаем мы готовы я нет не знаю однозначно в чем-то он был прав и пока я не пойму в чем рису чем ресурс отличается от человека однако работаться это не един не единственный мой вопрос на сегодня так что я как-то сижу не утом давайте так вот-вот-вот-вот потягуше сделаем немножечко вы знаете кого-нибудь по фамилии винтерс американка и чиноса задумался а кто это как ты с ней связан так знаете или нет говори старых рич я слышал фамилию винтерс но кажется это уже взрослая женщина и какое отношение она имеет к этому вашему проекту не думаю что она имеет какое-то отношение непосредственно к научной части проекта но возможно она представляет американскую сторону как вариант американскую и чиноса сан какую еще американскую сторону говори ужасная догадка поразила меня неужели ты думал что над проектом работают только епошки не там еще китаёшки русёшки и америкошки ничего не думал грубо отозвался я а это миссис миссис винтерс причастна к смерти моих родителей он нахмурился и пристально посмотрел на меня из-под очков ты говоришь так как будто их убили а разве нет николай я он остановился на полусловие тяжело выдохнул и опустил глаза у меня нет никаких доказательств но я подозревал что автокатастрофа не случайно я не мог тебе сказать потому что это только мое предположение и чиноса ты меня бесишь сейчас это уже не важно что насчет мисс миссис винтерс не думаю нет но точно вы не уверены но точно вы не уверены да пес старый николай почему тебя так это интересует эта женщина я же говорю я ее даже не видел просто слышал где-то фамилию и все это очень личное дружище лично но надеюсь ты знаешь что делаешь выходит мать кэтрин как-то в этом замешана но в смерти родителей она не виновата если конечно верить и чиноса который и сам толком ни хрена не знает однако как с этим всем вяжется записка кэтрин а вот я тебе блять и объясню николай если ты сам догадаться не можешь собака такая сутулая смотри кэтрин тебе тоже объясняю кэтрин дочь этой самой винтерс потому что она кто кэтрин винтерс логично логично она что-то услышала что-то узнала что-то где-то прочитала написала записку что николаю грозит опасность отправил эту записку и в общем-то не подает никакого виду она просто хочет предупредить николая возможно и правда где-то в душе за своим этим прочным или дом она может быть его и любит но мы ее не любим и про нее хотим забыть но вот эта связь вот это родственная связь она просто какой-то свидетель она свидетель чего там она что-то услышала и теперь пытается хоть как-то но помочь вот и все а то он там выдумывается с какую-то хуйню непонятную получается и она что-то знала вся моя жизнь сплошной обман и театр абсурда о делах моей семьи лучше осведомлен кто угодно но только не я сам а ты хотел узнать о своей семье давай начнем с этого ты хотел знать об их делах нет ты не спрашивал ни отца не мать не бабушку не дедушку ты позвонил и чиносы неизвестному незнакомому мужику который в детстве приманил тебя конфетками вот и все и чиносы сан это все так мне нужно какое-то время чтобы все это переварить понимаю кстати он вздохнул и отвернулся явно собираясь силами я не все тебе рассказал я и про акиру синди он не умер логично он скрылся да я взглянул на него с ним им вопросом тогда мне казалось что я поступаю правильно не говоря тебе всей правды к тому же твой телефон прослушивают как и мой его забрали работники корпорации и во многом он действительно ужас словно мертвый а этот акира синдзи кем он был вот он то как раз был на проекте большой шишкой и наверняка знал куда больше меня значит нам надо его найти не получится это же к бояши корпорейшн он сейчас может быть где угодно и чиноса сделал паузу и продолжил уже тише очень возможно что его и в живых то уже нет но что нам тогда делать дальше то нам он как-то по отечески посмотрел на меня и сказал я продолжу скрываться от корпорации а ты лучше бы тебе не лезть во все это а а если можешь то вообще возвращайся в советский союз я я не могу не могу просить химийцу даже кэтрин пока я не буду уверен что она не замешана во всем этом что ей не грозит опасность тогда мне остается только напомнить что надо быть максимально осторожным последнее время я слышу это уж слишком часто а войс корпорация и отстанет когда поймет что с тебя взять нечего все-таки напрямую с проектом ты никак не связан и чинос и сан спасибо большое благодарю не стоит меня благодарить я сделал то что было должно мы еще увидимся на его лице появилось недовольное выражение но лишь на мгновение держи он протянул мне клочок бумаги на котором был записан номер телефона запомни потом выброси сожги что угодно но не храни у себя это телефон моего племянника там нужно спросить дома ли агава сам тебе и ответят что ты ошибся и я найду возможность связаться с тобой и чинос и сан как бы там ни было огромное вам спасибо вообще прям поклон низкий я низко поклонился ну все хватит усмех усмехнулся будь осторожен по пути домой нам же еще домой возвращаться и исчез в сумраке таки сумраке токийской набережной ну дела следующий поезд домой только рано утром поэтому я нашел телефонную будку и вызвал такси то есть мы вот так вот спокойно просто взяли и поехали ну ладно автомобиль не спеша пробирался по улицам спящего мегаполиса а я пытался осмыслить все сказанное и чиносо однако от объема информации волнение усталости и недосыпа в мозгу лишь снова и снова звучали отдельные фразы из нашего разговора каждая каждая была важна сама по себе но не составляла никакого смысла вместе с остальными я вышел из такси в нескольких кварталах от своей улицы и вернулся домой тем же путем через проулок и дырку в заборе ох спать наконец-то спать поспать сейчас просто отчаянно необходимо несколько часов вечером не дали никакого эффекта и я чувствовал себя полностью разбитым в доме было темно и тихо как и на улице это время ночи самое спокойное и одновременно мистическое мое воспаленное сознание начало проецировать прыгающие по углам тени и шорохи на кухне завтра будет лучше завтра будет лучше завтра будет хорошо завтра новый день завтра все будет крайне замечательно причитал я накрывшись одеялом с головой хорошо завтра будет хорошо завтра будет замечательно завтра все будет отлично завтра будет лучше чем вчера 15.09.19.87 опять какие-то сердечки какой-то парточек еще что-то половничек мне кажется мы идем что такое мне кажется что мы идем по сюжету с химицу если честно хотя я хотел бы по сюжету с аджесам и пойти ну ладно Никакун кто-то звал меня словно из другого мира Никакун уже громче и увереннее Никакун надо вставать ты же сам говорил я говорил что я говорил Никакун как кукушка блин куку куку Никакун 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 глаза с трудом открылись и я увидел химицу сидящую на краю на краю кровати сколько времени достаточно чтобы опоздать в школу она выглядела печально и даже не пыталась этого скрыть я чувствовал себя немного лучше чем вчера хоть бы даже и только что проснулся доброе утро тем не менее подняться оказалось действительно непросто химицу продолжала сидеть опустив голову еще вчера я решил ей больше не врать по крайней мере в главном однако ночной разговор с Ичиносой поставил только больше вопросов даже если бы я не узнал об этом проекте и темных делишках Кабояша Корпорейшн то все равно был бы в опасности но вот участие матери Кэтрин в корне поменяло ситуацию так запись идет я кстати забыл проверить запись идет все хорошо может быть и сама Катя в курсе происходящего хотя может я проверял запись все уже все крыша едет с этими текущими новостями крыша едет он стоит в общем то не будем это ничего обсуждать я думаю вы и сами поняли что на эту тему пока что лучше не разговаривать будешь завтракать наконец-то спросила химицу да спасибо дон та 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 ру та ту та ту между нами само собой сохранялась неловкость и даже некоторое напряжение после вчерашнего химицу готовила что-то на кухне а я умывался выливая на себя как можно больше холодной воды Ичинососан Ичинососан говорил что самым разумным для меня будет вернуться в СССР в конце концов там остались какие-то родственники пусть я давным-давно и с ними не общался но если КГБ меня нашел в Японии то уж в союзе достанется вообще-то как нефиг делать да и не могу я вот так просто все бросить ебаная волосинка заебала она там сзади я прям чувствую однако жить в страхе вечном ожидании беды разве это лучше впервые впервые за все время я отчетливо осознал что в смерти моих родителей кто-то виноват какие-то конкретные люди у которых есть имена фамилии должности банковские счета возможно свои семьи свои дети больше нельзя думать что авария была несчастным случаем нет она была тщательно спланирована и виновные должны понести наказание только вот под силу ли мне это завтрак оказался скудным совсем не в духе химицу я ел уставившись в тарелку а она молча смотрела на меня ну что не выдержу спросил я ничего я просто смотрю ну конечно не как у на а что ты будешь делать дальше странно что она сказала ты а не мы ааааааа она не хочет с этим связываться мне отчего то стало даже обидно сейчас доем и пойдем в школу ты понимаешь о чем я говорю я отложил палочки и вздохнул Мы же уже вчера все обсудили, будем вести себя тихо и не отсвечивать, как картофельная моль И ты думаешь, все так просто закончится? Не знаю, от меня это особо не зависит Опять надеешься на авось Ну а что еще прикажешь делать? Если у тебя есть какие-то предложения, давай, с удовольствием выслушаю Я опять начал заводиться и вымещать свое раздражение на Химитсу Это было просто подло, особенно после всего, что между нами произошло за последнее время Что ж такое, никак? Никак не могу напиться Прости, я на самом деле не хотел все это так говорить Дело ведь совсем не в словах Ну а в чем тогда, задолбала? Я вымученно улыбнулся, но она никак не отреагировала Мы сейчас взорвемся и ей пропишем пиздюль местной Я всю ночь об этом думала Надо с кем-то поговорить, попросить помощи Может быть она и права Но почему-то японская полиция мне до сих пор представлялась кем-то вроде Кемп... Кемп Пэйтая Че это такое? Кемп... Кемп Пэйтай Служба безопасности сухопутных войск императорской Японии Была организована по образцу военной полиции Ну ладно Очевидно, что они будут в первую очередь защищать Интересы своих корпораций, а не какого-то Гайдзина В данном случае интересы Карбояши Корпорейшн Для страны капиталистического уклада Фактически становятся национальными интересами К тому же во все это вовлечена советская разведка Советская разведка, которая контактировала со мной напрямую Думаю, полиция не будет особо разбираться И сходу запишет меня в шпионы Ой, Химицу, если бы все было так просто Понимаешь, я ведь не японец Я общался с КГБ Что бы ты подумала на месте того, с кем ты предлагаешь мне поговорить Но ведь ты ни в чем не виноват Вина в таких вещах зависит от точки зрения Для Кабояши Корпорейшн я виноват в том, что по их мнению располагаю Некой информации Для русских я виноват еще и в том, что я вообще живу в Японии При этом не работая на них Ну а для японцев, наверное, для них я виноват в том же В чем были виноваты мои родители В том, что стоило им жизни Нихакун, прости Извиняешься за Кабояши Корпорейшн Или за всю Японию Фифа-то наша Нет, ну они Кто они? Да и в чем мы будем их обвинять? Кого их? У них нет ни лица, ни имени А конкретные люди, выполняющие лишь приказы Пешки всего лишь Их легко заменить И всегда можно списать В случае, если кто-то из них облажается Химица еще больше погрустнела Некакун, мне страшно Слушай, это прям какой-то роман Прям роман пошел Роман детективный Шпионский Мне тоже Свойственен ли мне раньше подобный фатализм? Не знаю Может да, может нет Закончив завтрак, мы довольно долго сидели, размышляя каждый о своем А может и об одном и том же Ну что, пойдем? А то так действительно опоздаем Химицу лишь кивнула, встала из-за стола и не убрав посуду, вышла в коридор Интересно, чем закончится эта история? Мне прям все-таки интересно, чем эта история закончится Вот тебе интересно? Напиши в комментариях, если интересно Если интересно, я пойму, что тебе интересно Токио по обыкновению было наплевать на проблемы как всех жителей вместе взятых, так и каждого в отдельности Еще пару дней назад казалось, что вот-вот наступит настоящая осень с дождями, холодным ветром и прохладой Однако сегодня было по летнему тепло и солнечно Погода словно издевалась, надо мной демонстративно давая понять, что мои проблемы ее нисколько не волнуют Ах, пиздострадалец Но нельзя же так! Воскликнул я, не обращаясь никому конкретно Разве что к чистому голубому небу Никакому? Химицу остановилась и взволнованно заглянула мне в глаза Слушай, давай все-таки попробуем жить как обычно Неожиданно для самого себя сказал я Ведь так тоже нельзя постоянно себя накручивать, ждать, что случится что-то плохое Вселенная услышит тебя, то что ты себя накручиваешь и 100% будет что-то плохое Надо жить в позитивном русле, в позитивных мыслях, и тогда все будет хорошо Максимум, что пока случилось, это разговор с той КГБшницей Не самый приятный момент в жизни, конечно, но и не смертельный А как же записка? Господи, да сдалась тебе эта записка! Не стоило вообще про нее говорить Ну и записка Просто представь, что мы ничего об этом не знаем, ведь так и было еще неделю назад Я не уверен, кого я больше пытался успокоить, ее или себя? Химитсу впервые за день улыбнулась Хорошо, я постараюсь Вот это правильный настрой, вот это молодец, вот это вообще красотка Ухмыльнулся я А теперь вперед в школу Микро задел Я схватил ее за руку и бросился в сторону школы Никакун Чего? А Я думал, она что-то сказать хочет Сложно сказать, смог ли я убедить Химитсу, но себя самого навряд ли Первый урок уже начался, но Кэтрин так и не объявилась Да сдалась она тебе! Она шпионка, разведчица! Она шпик! Давай ее лучше от ней держаться подальше Хотя бы так Я не говорю, что мы ее убьем Я не говорю, что мы ее там сможем пытать Давай просто держаться от нее подальше Пожалуй, мне до сих пор было сложно поверить, что она имеет отношение к смерти моих родителей Может быть, Катя тоже в какой-то степени жертва, ага Да ты, дебил, жертва тут единственная Жертва кое-чего Единственный способ все выяснить это, поговорить с ней напрямую Наверное, даже рассказать про разговор с Ичиносой Конечно, не называя конкретных имен, да вот ее обалденный день Но для этого ее хотя бы надо найти Да нужна она нам! О, здорово! Здорово, плотный! Пойдем в столовку На перемене ко мне подошел Кески Слушай, Ник! Начал он неуверенно Я понимаю, что сейчас не самый подходящий момент И тебе, наверное, не до того, что я хотел тебя кое о чем спросить Ну говори Ну, спрашивай Разговор с Кески какое-никакое о развлечении У Химитсу Тянжи есть подруга Судзухара Да, вроде бы, да? Угу, угу, угу Он от чего-то покраснел, а его глаза быстро забегли по классу, словно в поисках поддержки Девах все хочешь найти, да? Зачем тебе деваха плотный? Пойдем в столовку Кто? Ну как же? Кески наклонился ко мне и зашептал За едем Так у нее и фамилия есть? Хмыкнул я Ник, ну не издевайся, вопрос жизни и смерти Подожди, дай угадай, ты хочешь, чтобы я тебя с ней познакомил? Я уже с трудом сдерживал смех Если честно, думаю, это не лучший выбор Обратил бы хоть внимание на нашу учительницу биологии Ей сколько там всего? Семьдесят? Хе-хе-хе-хе Да не хочу я ничего такого, я вообще-то молоденьких люблю и... Упитанных, может быть, а может не упитанных, я сам упитанный Может мне нужна стройная, а может мне нужна упитанная Да вообще доебался ты до меня, Николай, иди нахуй Вот так надо было ответить Ну а зачем тогда спрашиваешь? Потому что... Кески даже разозлился и зашипел на меня Еще друг называется, ты паскуда Да ладно тебе, ладно Я добродушно улыбнулся и спросил И чем же она тебе так приглянулась? Кажется, она максимально далека от твоих 2д боги Да и... Я просто общался с ней пару раз и скажу, что даже и вамуру поприветливее Однако КГМ в классе не было Раньше я вообще не обращал на нее внимания, но все же, как для старосты, прогуливает она многовато Нет, ну серьезно, что ты в ней нашел? Будешь и дальше надо мной издеваться, ты скотина Ты сам начал, это не я Хотя, может быть, Кески считает, что Сайя единственный возможный вариант Тогда мои слова должны были задеть его еще сильнее Уже много лет он видит, как Химицу всюду ходит за мной, как собачонка, прости господи Буквально сдувает с меня пылинки Тески никогда не давал поводу думать, что он завидует, но это было до определенной степени очевидно Любой одинокий человек на его месте ощущал бы что-то подобное Тебе-то легко говорить, у тебя Химицу Тян, есть Кэтрин Сан, Саджи Сан, в общем-то в бабах, как в шилках, а? И у меня никого нет, только два доня... эти... два доняшки Ну вот Кэтрин, он сюда приплел точно зря Кем ты меня считаешь? Проститутом? Бабником-ловеласом? Кем ты меня считаешь, м? Ты чё, шлюх, что ли, какой-то? Холодно, произнес я И при чём тут Кэтрин? Или ты думаешь, что у нас априори должны быть отношения просто потому, что были когда-то, м? Вот именно, что были! Это не даёт тебе права насмехаться над... Он замолчал и скривил лицо Ладно, забудь, козёл Может быть, вы с этой Сайей и стали бы хорошей парой Я отвернулся от Кёски, и тот опустил голову, тяжело вздохнул и вернулся на своё место Ну, зачем ты так, Николай? Как тебе чаполах бы дать? Помог бы другу нормально? Нет! Началось издеваться Вон, биологичка есть Всего лишь 70 лет 2D-тянки Пошёл, познакомил, сказал Вот, есть плотный... Плотный? Плотный, упитанный, красивый мужчина Вообще, в самом рассвете сил Знакомьтесь, целуйтесь И всё, и хорошо Наверное, не стоит рассказывать Химицу об этом разговоре Хотя, конечно, я мог бы быть и повежливее Это да, это точно Интересно, а что думают остальные? Не только же один кёски знает, что мы были вместе Они просто не дают мне забыть об этом А ведь сейчас самый неподходящий момент Есть проблемы поважнее Однако тянущее чувство тоски с новой силы захватило всё моё естество К сожалению, человеческие эмоции работают отдельно от логики А я никак не могу напиться Уже бокал у Хайдоку Зачастую, вопреки ей Работают, когда этого совсем не нужно Как я смогу говорить с Кэтрин, когда единственное, о чём я в состоянии думать, это моё разбитое сердце? Всё равно, что съесть килограмм апельсинов, имея аллергии на цитрусовые Ммм, апельсины Катя не пришла ей на второй урок Вчера её забрали на машине, а сегодня она и вовсе не в школе И я волновался за неё и не мог ничего с собой поделать Волновался тем больше, тем бо… Волновался тем больше, чем больше думал обо всём с учившимся Ведь всё это точно так же, как и тогда, полтора года назад Сначала я был просто ошарашен, сломлен и раздавлен её поступком Но потом пришла злость, потом принятие, все мы эти стадии знаем Я обвинял Кэтрин, даже ненавидел её Но вскоре это как, это так типично для меня, начал искать причины в себе Хотя даже нет, не искать причины и пытаться спокойно проанализировать ситуацию Я попросту винил себя Вот и сейчас, чем больше думаю, тем больше виню именно себя В итоге я не выдержал и после второго урока сбежал на хату А вот и зря, надо было доучиться, надо было нормально доучиться, всё было бы хорошо Я шёл по улице размеренным шагом не в силах ускориться Словно тащил за собой тяжёлую повозку чувств и переживаний Скорее всего, просто боялся того, что могу узнать Пойдём в бар Пойдём в бар, я предлагаю зайти в бар, как тебе такая идея? Раз в школу прогуляли, можно в бар заглянуть, заскочить В лучшем случае, она уехала назад, в Штаты В лучшем случае А нет, туда мы пошли Гудки в... Гудки резали слух, но на том конце никто не отвечал И почему я вообще решил, что она должна быть дома? Может быть просто гуляет или сидит в кафе или... А, чёрт! Я набирал заученный наизусть номер снова и снова Снова и снова Однако ответом неизменно были только спокойные, ничего не выражающие гудки А вдруг она всего лишь не хочет брать трубку? Такое вполне возможно Значит надо идти к ней Да не надо дома сидеть! Ты же, Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй! Кэтрин, не ходи, сиди дома, дебил ты кусок! Немедленно, сейчас, да не надо! Я быстро натянул кроссовки и замер Ну как же слежка? Наверняка они знают про семью Винтерс куда больше меня Но не вызовут ли мои метания лишних подозрений? С другой стороны, что, я не могу уже просто навестить одноклассницу? Слава Богу! Ой, слава Богу остался выбор! Слава Богу есть выбор! Остаться дома! Мы, Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй в жопу Кэтрин! Остаёмся дома! Ох, на меня напала непонятная апатия! Не было сил двигаться и принимать какие-то решения! Мне казалось, что любые действия бессмысленны! Искать Кэтрин, идти к ней домой Всё либо само-самое образуется, либо нет! Она сама пришла Ну да, мы не пошли к ней Как говорится, если гора не идёт к Магомеду, значит Магомед идёт к горе Тут наоборот, тут гора идёт к Магомеду Может быть это Катя? Вдруг она сама пришла? Радостный я бросился открывать, а там не Катя Но на пороге стояла всего лишь, всего лишь химицу И вся моя радость тут же улетучилась Чего звонишь? Мрачно спросил я Не знаю Она выглядела взволнованной И чего пришла? Никакун Я имею ввиду, почему не в школе Я видел, как ты уходил, вот и я волновалась Ладно, давай не на улице заходи Чай попьём В приставку зарубимся, давай Мы прошли в мою комнату, химицу села на кровать около меня и спросила Что-то случилось? Почему ты с уроков ушёл? Ты же сам говорил, что надо вести себя как обычно То есть ты хочешь сказать, что прогулы для меня необычное дело? Это я говорил в предыдущей серии Усмехнулся я Никакун, ты же понимаешь о чём я? Конечно понимаю, чёрт возьми Но не буду же я рассказывать химицу, что весь день думал о Кэтрине и пошёл домой, чтобы ей позвонить Когда мы только-только вроде бы помирились У меня была паническая атака Неожиданно нашёлся я Пиздун кукурузный Захотелось побыть подальше от людей в знакомом месте А ведь я опять продолжаю врать ей Пусть даже ради её собственного блага, как мне кажется Воды-то больше нет А сейчас как ты себя чувствуешь? Судя по лицу, похоже поверила Может быть химицу просто и представить не может, что я буду врать о таком Здоровье как-никак Лучше, спасибо Принести тебе что-нибудь Если вдруг найдёшь виски, тащи два бокальчика Никакун, я же серьёзно Всё в порядке, мне просто нужно было успокоиться Я подошёл и сел рядом с ней Тебе-то не влетит за прогулку? Могут и домой позвонить Мне-то что там? Звони, не звони Один хуй трубку не возьму А я отпросилась Сказал, что живот болит Хорошо тебе И... Вот так вот Вот так вот Задолбала прическа Надо постричься Надо нормально постричься Вот эта вот чебухня мне надоела Она всё в глаза лезет Всё норовит Всё что-то там двигается сзади Ничего не понятно И тебе было бы хорошо Если б ты хоть немного думал о своём будущем Она наконец улыбнулась Так получается, что в последнее время я только о нём и думаю Химицу вопросительно смотрела на меня О том, будет ли оно у меня вообще Она накрыла своей... Своей рукой мою и опустила голову мне на плечо Всё будет хорошо А ведь минуту назад я думал о Кэтрин Выходит, я изменяю ей с Химицу Так в смысле ты изменяешься Ты даже с ней не встречаешься Дурак что ли? Тебе кусок изменяет он Изменщик бабник лавелас нашёлся Беричу дают Или Химицу с ней Мысленно Ты представляешь то, что ты там с ними кексом занимаешься? Нет, поэтому никто никому не изменяет Мне вдруг стало даже страшно Как будто началась настоящая паническая атака Я аккуратно встал с кровати и прошёлся по комнате Если я узнаю что-то новое, сразу же тебе расскажу Хорошо Серьёзно произнесла она Будем обедать? Так рано ещё Не хочешь есть? Да как-то не хочется, может быть позже Единственное, чего мне сейчас хотелось, так это побыть наедине с собой Химицу помолчала некоторое время, но затем сказала Никакун, ты опять замыкаешься в себе и что-то скрываешь Думаешь, от этого будет кому-то лучше? Тебе будет лучше? Да нигде я не замыкаюсь Ага, попизди нам тут Впрочем, взглянув в её грустные глаза, я не смог дальше врать Хорошо, замыкаюсь Но так надо, по крайней мере сейчас, прошу просто пойми и не спорь Я не могу понять того, что ты с собой делаешь И что же? Вот это всё Ответила она неуверенно, поджала губки и отвернулась Тогда я не понимаю, чего ты не понимаешь Тетитян, алкоголь, депрессии, ты же себя медленно убиваешь Она посмотрела на меня с мольбой Слушай, она права И если не для себя, то хоть бы ради меня Добавила Химицу шёпотом Я не знал, что ответить Конечно, она была права и нечего даже спорить А нахрен тут спорить, она права и всё Постоянные ссоры с Химицу, зачем это всё? Чего я добиваюсь? Кому и что доказываю? Мне просто сложно признать свою неправоту Сложно решиться на какие-то конкретные действия Сложно сделать выбор И я до сих пор считаю, что она может быть шпионкой Но если бы из-за этого страдал только я один Я всё прекрасно понимаю, но сейчас правда неподходящее время Я должен со всем разобраться сам Иначе, чтобы мы могли жить дальше Ты говоришь мы, но где эти мы? Они вообще когда-нибудь существовали? Химицу заломила руки и была готова расплакаться Я не хочу продолжать этот бессмысленный разговор Потому что я уже всё сказал Несмотря ни на что, я по-прежнему вёл себя как последняя скотина Согласиться с ней сейчас значит отказаться от привычных вещей И отказаться от Кэтрин Однако у меня всё равно не получится усидеть на двух стульях Ты стулья переверни и нормально усядешься А то сидишь там на ножках, дебил Когда я со всем разберусь Я почувствовал нехватку воздуха Когда я со всем разберусь То что? Что произойдёт? Что будет-то? Всё станет по-прежнему? Готов ли я ей это обещать? И будет ли это ложью? Притворной надеждой, которая в итоге окончательно добьёт Химицу Я со всем разберусь, а сейчас мне надо побыть одному и подумать Тогда я пойду Отрешённо сказала она Похоже, Химицу совсем не так хотела закончить этот разговор Нет, я пойду Хочу подышать свежим воздухом, а ты сиди тут Насколько это вообще возможно в Токио? Я буду ждать Это совсем не обязательно Может быть, но я буду Она постаралась сделать вид, что всё в порядке Всё как обычно Мне стало стыдно, но я действительно не мог дальше обманывать их обеих Надо сделать выбор уже Там не может быть вкусная точка Может быть или точка, или вкусно Вот так вот Наверное, не стоило начинать этот разговор Надо было сразу идти к Кэтрин Да и здесь я решаю, куда ты пойдёшь, куда ты не пойдёшь Понял? Ты всё равно пошёл к Кэтрин, что ли? Ты чё? Я тебе разрешал? Ах ты... Он меня переиграл и уничтожил Он один хуй пошёл к Кэтрин Зачем? Куда? Почему? Да не надо! Отыграю Тебе выбор без выбора Надь, пожалуйста Спустя примерно час я оказался около её дома Не уверен даже, что сознательно Как будто пришёл сюда на автопилоте Но раз надо, так надо Да не надо! Не надо! Стой! Химицу наверняка не обрадуется, если узнает, что я сейчас здесь Напротив подъезда Кэтрин Я нажал на кнопку домофона Ответили лишь с третьего раза Кто это? Это я! Нам надо поговорить! На том конце раздался явно нескрываемый тяжёлый вздох, но дверь мне таки открыли Я поднимался на лифте, не ожидая ничего хорошего Конечно, можно было подготовиться заранее, но это вообще не в моих правилах Привет! Холодно поздоровалась с Катей и впустила меня в квартиру, там дождь пошёл что ли? Я вовремя к тебе заглянул С тобой всё в порядке? А похоже, что со мной что-то не в порядке Нет, просто тебя сегодня в школе не было, а я переживал Да ты наблюдательный, ты сука заебал меня Мы же в одном классе! Нахмурился я Если это был сарказм, то неумелый, совсем не в духе Кэтрин И правда ведь досадное стечение обстоятельств Господи, дай я её чем-нибудь подушкой стукну раз Плигматично произнесла она Вот так уже лучше И чем обязана? Нам надо поговорить После этих слов я понял, что готов, что знаю, что и как нужно сказать, но я обосрусь и ничего не скажу Спасибо за записку, она обеспечила мне пару-тройку бессонных ночей и стоила немалого матка нервов Ты о чём? Я твои глаза вижу, я за ними слежу Кэтрин старалась выглядеть незаинтересованной, но я тут же понял, что в ней что-то изменилось Ты понимаешь о чём я Спасибо, кстати, за то, что пригласила меня тогда к себе домой Ещё интересно, откуда всё-таки была та тетрадь у тебя на парте, с чужим почерком? Катя подошла к окну и, отдёрнув занавеску, посмотрела на улицу Она молчала достаточно долго, а я внутренне ликовал, потому что был уверен, что загнал её в угол Теперь-то тебе придётся сказать правду Взяла у одноклассницы переписать Наконец, спокойно ответила Кэтрин, повернувшись ко мне В её взгляде не было удивлений, испуги, страха или тревоги Скорее, та же усталость и лёгкий флёр надменности А ты быстрый! Только не в постели Ухмыльнулась она Что? Но... То есть ты и не скрываешь, что написала ту записку? Я не собирался орать об этом на каждом углу, но что тут скрывать? По-моему, всё очевидно Это тебе очевидно, мне ничего не очевидно По-твоему? Даже удивительно, что ты только сейчас об этом заговорил Это шутка, что ли? Что за бред? Как я должен был догадаться? Да и даже если... Я сделал над собой усилие, чтобы окончательно не сорваться Почему было... Было просто не сказать, просто подойти и сказать Коля, Коля, Николай, вот тебе записка, больше сиди дома не гуляй, вот Просто поговорить со мной Это тебе всё просто Кэтрин скрестила руки на груди и замолчала Чего ты добиваешься, скотина? Ты же читал записку Наконец эмоции возобладали над ней и лицо Кати дрогнуло Ты мог не догадаться, ведь догадался же не сразу Катя, это не игра! Перестань! Уже собиралась она возмутиться, но не стала Что тебе известно? Это кто? Советский Союз, Япония, Китай, Корея, Америка, кто? Кто во всём виноват? Кэтрин долго думала над ответом Не так много Когда мы вернулись в Японию, в первый же день я слышал разговор матери по телефону Она говорила с кем-то про тебя и твоих родителей А я тебе о чём говорил в самом начале серии Вот и я об этом и говорил Да и сам разговор был на повышенных тонах Мне показалось, что маме угрожали И ты ничего об этом не рассказала, просто подбросила записку Записку, Катя, сраную записку с кучей ошибок Не ори на меня! Я бессильно рассмеялся Однако теперь я точно был уверен, что Ичиноса вчера говорил именно про миссис Винтерс И тебя совсем не удивляет, что ты вернулся в Японию именно тогда, когда всё это закрутилось, началось Что именно? Я проигна... Я забил на её вопрос Может быть, Кэтрин действительно не в курсе того, что произошло в моей жизни за последнее время Не удивляет, что твоя мать говорит с кем-то о моих родителях, которых Так, на минуточку, уже полтора года как нет в живых Ну а я что должна была сделать? Я говорила с мамой, она сказала мне в это не лезть, что это не моё дело Да я даже с ней согласен, это не твоё дело, это моё дело Самое удивительное, что я совсем не злился на неё Я был уверен, что Кэтрин говорит правду Ситуация с запиской В принципе, это вполне в её духе Так, а таймер работает, всё хорошо Скоро будем с вами заканчивать На каком-нибудь, как обычно, интересном месте Вот прямо сейчас Нет Но всё-таки я хотел до конца выдержать свою линию Почему я должен тебе верить сейчас? Разве я тебя обманывала? Постоянно? Её взгляде читалась мольба и неожиданная кротость Я смутился и продолжил уже тише Не играй в слова Не договаривала или обманывала Какая разница? Может меня вообще хотят убить? Катя стояла, прислонившись к стене, опустив голову И можешь мне максимально подробно рассказать тот разговор Я слышал только то, что говорила мама При чём тут его родители? Они уже давно мертвы Почему мы должны этим заниматься? Если он вам так интересен и разбирайтесь с ним сами Отлично, и твоя мама работа Как она там...ээээээээм Кто она по жизни? Дипломат? Обалденный дипломат Всем дипломатам дипломат Чумодан. Ник, я ничего больше не знаю, клянусь. Кажется, она впервые с момента своего возвращения назвала меня по имени. И что же мне теперь делать? Может быть, нам вместе поговорить с твоей матерью? Не надо! Тут же она испугалась. Смотри, она просто испугалась. Почему ты думаешь, что виновата она? А вдруг ей тоже угрожает опасность? Такая мысль мне в голову не приходила. Да и не было для этого особых оснований. К тому же, я все-таки знаком с миссис Винтерс. Она совершенно не производит впечатления человека, которого легко запугать. Так все-таки, что ты знаешь о работе своей матери? Ничего нового я тебе не сообщу. Если даже она связана с чем-то... Кэтрин остановилась, явно подбирая слова. Подобным, то я не в курсе. Точно могу сказать, что она работает в посольстве. Ясно. Уступила долгая, томительная тишина. Может быть, чаю? Чаю? Меня сейчас тут кончаю, прям на месте. Ну ты чего, какой чаю? Кофе неси и виски. Будем пить ирландский кофе. Спросила она таким тоном, что невольно напомнила мне химицу. Чаю? Рассмеялся я. Ты думаешь, сейчас подходящее время для чая, даже пяти часов еще нет. Катя улыбнулась. Если забыть обо всей этой шпионской истории, то на какое-то мгновение наши отношения вновь стали нормальными. Я больше не чувствовал себя человеком второго сорта, а Кэтрин отбросила свою отвратительную гордыню. Не в моем характере быть ведомым, тем более терпеть такое отношение. Однако перемена казалась, пожалуй, слишком резкой. Мы попросту не знали, о чем дальше говорить. Кстати, наконец нашелся я. Тебя вчера из школы на машине забирали? Ну да. По какому случаю? К маме выделили собственного водителя. То есть пользуешься дипломатическим автотранспортом в личных целях? Ну а что еще остается? Раз уж меня опять насильно привезли в эту страну, не стоит себе ни в чем отказывать. Да вы оппортунистка, мисс Винтерс. Катя засмеялась. И я, кажется, к тому же искренне. Завтра придешь в школу? Улыбка тут же исчезла. Как думаешь, Ник, может быть нам лучше было вообще не встречаться? Я тебе другой вопрос задал. Не беси меня. Вдруг бы и не было тогда того телефонного разговора моей мамы. Дело ведь совсем не в этом. Кто знает. Жизнь ведь череда случайностей. Я долго смотрел на Катю, пытаясь понять, к чему она клонит. Однако ее лицо оставалось непроницаемым. Тогда завтра увидимся? Возможно. Неопределенно ответила она и вышла в прихожую, чтобы проводить меня. Нам лучше было вообще не встречаться. Что она имела в виду? Я понимаю смысл этих слов, но совершенно не понимаю, что Кэтрин хотела этим сказать. Просто праздное замечание о том, что наши жизни могли сложиться по-другому. Предположение, что без нее мне жилось бы легче. Утверждение, что она жалеет о нашем знакомстве. Я бесцельно слонялся по улицам центральной части Токио и не мог думать ни о чем другом. Казалось бы, куда важнее сейчас ситуация с КГБ и Кабояши Корпорейшн. Да хоть бы даже с этой чертовой запиской и матерью Кэтрин. Но в голове снова и снова звучали слова. Нам лучше было вообще не встречаться. Наверное, я просто не мог до конца поверить в возможность того, что Катя действительно не хочет больше иметь со мной ничего общего. Пойдем домой. Пойдем спать. На город медленно опускалась ночь. И вот, собственно, я думаю, что на темном городе мы с вами и остановимся. В общем-то, продолжим уже в следующий раз. А сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать. Рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok